Который произошел с апостолом Павлом, все очень просто. Он не просто свой интеллект предложил, он предложил хлеб. Он предложил то, что он имел. Хлеб, как мы знаем, это пища, дарованная человеку от Господа. Мы знаем, что Иисус сказал, я есть им хлеб жизни. И всякий, который будет вкушать, всякий, который будет принимать, не будет алкать. Никогда. Иисус предложил себя, как средство, как выход, как решение. Я есть им путь истины и жизнь. И Павел имел это. Он имел это. И в определенный момент он понял, что это не только для него, но это должно быть и другим. И он предлагает другим. Предлагает хлеб. Он предлагает то, что он имел сам. Как бы он мог это предложить, если бы он этого не имел? Как можно говорить о величии и могуществе его в нас, если бы мы этого не переживаем? Если бы мы говорим, мы такие несчастные. Господи, помилуй, прости, поддержи. Я вообще никакой. Как ты можешь что-то предложить другим? Как ты можешь оказаться во время этого шторма тем, которым поможешь? Никак. Никак. Ты будешь прятаться в трюм. Ты будешь уходить подальше. И так бывает с верующими людьми. По причине того, по этой причине у нас и есть свободные места в зале. Хочется спрятаться. Потому что все растерял. Ничего не сохранил. Сколько Бог благодати наливает этот кувшин, а с него все вытекает, вытекает, вытекает. И он пустой. Он пустой. Несчастный и жалкий. Как говорить о близких? Как говорить о ближнем? Как говорить о обществе? Как говорить о тех, которые рядом с тобой имеют нужду? Валится жизнь, разрушается здоровье. Как говорить о тех, которые теряют радость, мир и счастье? Как говорить, когда сам себя человек не может сохранить? Я думаю, что Господь не раз печально смотрит на многих своих детей. Почему сын? Почему дочь? Почему ты пренебрегаешь? Почему ты не имеешь? Почему ты не ценишь? Я дал тебе величие, могущество, а не твоего. Да ты ничего не значишь. Я дал свое тебе. Бог дал тебе и мне свое. И сегодня предлагает на этом служении. Вот сейчас, когда мы слушаем Слово Божие. Он здесь предлагает себя. Возьми меня как хлеб. Возьми меня в запас. Живи со мной. Будь во мне. Без меня у тебя ничего не выйдет. Без меня у тебя ничего не получится. Ничего не сможете сделать. Без меня, говорил Иисус. Возьми меня. Потому что штор будет. Он уже есть. Он будет еще расти. Он будет умножаться. И только тогда, когда ты имеешь. Когда ты сам этим... Чтобы иметь... Чтобы иметь... Нужно нуждаться. Нужно... Как мы приобретаем любую вещь? Я хочу иметь, например, костюм. Я хочу иметь костюм. Я его ищу. Я иду на рынок. Или я иду в ателье. Или я должен... Я должен... Чтобы иметь какую-то вещь. Я должен что-то сделать. Я должен приложить какие-то старания. Я должен... Заботиться об этом. Я должен иметь нужду. Когда я имею нужду в этом, Я ищу удовлетворение этой нужды. Если я хочу... Если я понимаю... Если я должен дать хлеб... Я должен иметь его. Чтобы я мог его иметь... Я должен нуждаться прежде в этом. Я должен сказать... Господи, дай мне. Это ответ, почему Иисус проводил ночью молитвы. Это ответ, почему апостол Павел говорит... Я более всех вас... Говорю языками. То есть, перед другими словами... Я более всех вас молюсь. Почему, Павел, ты молишься? Да у тебя такой... У тебя такой рейтинг. У тебя такая молитва. У тебя такая сила. Упал этот юноша с третьего этажа. Разбился. Упал. Ты подошел, помолился. И он нашел. Почему ты больше всех молишься? Да тебе только радоваться надо. Нет. Он знал секрет. Он знал секрет. Я нуждаюсь в этом. Я нуждаюсь. Я больше всех вас молюсь. Мне надо это. Иначе я ничего не смогу. Соберутся люди. Я встречу проблему. Я встречу еще одного этого юноша, который свалится еще с какой-то этажа. Я подойду. Ничего не произойдет. Я буду говорить слово. Никто меня не будет слушать. Я буду проповедовать. Никто не покается. Поэтому я нуждаюсь. Я нуждаюсь. Я хочу, чтобы слово мое... Как Павел пишет в одном месте... Оно было в явление. Силы и Духа. Это пример. Это пример. Человека, который нуждался. Который нуждался и получал. Получал и давал. И Господь благословлял. И Господь использовал его и совершал свои чудеса. Совершал свою работу. Да поможет нам Господь. Да благословит нас Господь в том, чтобы мы были теми, которые имеют в себе величие и могущество. Имеют в себе хлеб. Хлеб в жизни. Ничто не заменит. Придет время, когда и технологии не смогут помогать. Когда проблемы будут расти. Когда общество будет потрясаться. Но церковь живая и истинная. Церковь, исполненная Святого Духа. Она будет стоять. Она будет стоять. Не просто, как столб. Она будет стоять. Предлагая выход. Предлагая решение вопроса. Снаряжая, делясь тем, что она имеет. Да благословит Господь нас, чтобы мы это имели. Апостол Павел предложил и спасти все люди. А Господь сказал, я дарую тебе всех этих 276 человек на корабле. Потому что ты нуждался. Ты был вместе с ними. Мы сегодня на этом корабле. И этот мир, воля Божия написана, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Господи, да это же невозможно. 7 миллиардов людей. Сколько беззаконников. Сегодня на Святой Земле, так называемой, в Иерусалиме, в Тель-Авиве, буквально недавно устроили марш этот гейбарант. Господи, что происходит в мире? А ты хочешь что? Спасти весь мир? Кого? Вот этих всех? И я верю, Господь бы сейчас, если бы я мог у него спросить, Он бы сказал бы, да. Да. Я хочу всех спасти. Потому что они люди. Они творение мое. Я хочу. Кажется, безнадежно. Как, Господи? Как точно, как с тем кораблем? Нет выхода. Многие разрушатся. Мы не спасем систему мира. Мы не спасем и не призваны спасать технологии этого мира. Но мы призваны спасать человеческие души. Мы призваны спасать тех, за кого Иисус заплатил великую цену на Голгофском кресте. И описана земля, и дела ее сгорят. Этот мир, как стихия, разбуживавшись, разрушится. Все это придет к определенному своему финалу. Точно так, как с кораблем. Будет разбит. Но люди. Какая красота эта история. Какая прелесть. 276 человек в то время. Все спасены благодаря пище, предложенной апостолом Павлом. Какая красота, когда твои соседи, твои близкие, родные, однажды будут с тобой на небесах. Может ли быть что-либо ценнее или прекраснее, когда общество наше, как хотелось бы, чтобы город наш, чтобы страна наша, чтобы те люди, с которыми мы имеем контакты каждый день, чтобы они были спасены. Ради этого мы живем на этой земле. Ради этого мы служим здесь. Ради этого мы получаем от Господа благодать. Чтобы люди спасались. И Он готовит использовать тебя и меня. Для того, чтобы являть свою милость. И являть свою спасительную благодать для каждого человека. Поэтому, я не знаю, как вы, но я сегодня чувствую, что Господь убрал с под моих ног всякую основу, как бы, жить для своего комфорта, жить для своего удобства. Я считаю, что это кощунство. Я понимаю все больше и больше сегодня то, что Господь делает меня зависимым от обстоятельств, которые происходят вокруг. Я раб Иисуса Христа. И это прекрасно. Мы живем для того, чтобы быть светом. Чтобы быть этой свечой, которая сгорит. Но сколько она света даст. Мы призваны быть солью, которая не в солянке имеет пользу. Но в той среде, куда ее бросили. И когда она не хрустит на зубах, а когда она полностью растворилась. Такая наша миссия, чтобы мы отдавали себя полностью. И тогда Бог начинает действовать. Тогда происходят большие чудеса, спасения, потрясения, которые потрясающие нас своим могуществом, своим размером Божьей милости, Божьей благодати. Поэтому я хотел бы пригласить сейчас нас всех к молитве. Давайте мы пристанем перед нашим Господом и скажем, Господь, если я, как тот Иона, сплю в трюме, пожалуйста, разбуди меня. Разбуди меня. А мы можем определить, кто из нас спит, а кто не спит. Вы сами и я могу знать за себя, вы можете знать за себя. Если мы спим, Господи, разбуди, разбуди, потому что требует ситуация. И используй меня, чтобы те, которые рядом со мной, с которыми мы работаем, учимся, Господи, чтобы они были Твои, чтобы они были спасены. По Твоей великой любви и милости боремся, Господь наш. Аминь. Мы выражаем Тебе сердечную благодарность за то, что Ты однажды нашел каждого из нас, спас нас и поставил нас на путь, ведущий в небеса. Мы благодарим Тебя за то, что Ты взял нас, порой непригодных, недостойных. Господи, но Ты взял свои святые божественные руки. Ты взял, как тот горчичник, эту глину. Ты взял и сокрушил ее. Ты взял, перемял ее. Ты взял, обработал ее. Господи, Ты поставил ее на это кружало. И Ты сделал прекрасные сосуды для того, чтобы эти сосуды служили. Для того, чтобы Ты их мог использовать для разного удобного, угодного Тебе употребления. Господи, я сегодня знаю, что на этом месте собраны эти сосуды. Каждый из нас это сосуд для Твоей работы, для Твоей славы, для Твоей чести. Господи, и Ты желаешь, чтобы эти сосуды были не пустыми. Ты желаешь, чтобы эти сосуды были наполненными. И сегодня мы находимся в церкви, где Ты наполняешь сосуды. Где Ты вкладываешь, где Ты влаживаешь, где Ты предлагаешь себя. Где Ты говоришь о том, чтобы мы прибыли в Тебе, чтобы мы были с Тобою. Ибо Господь, выходя из благослужения, выходя из этого места, мы сразу же встречаем ситуации, когда нам нужно что-то отдавать, где нам нужно чем-то служить, где нам нужно чем-то поделиться, Господи, сказать о любви, сказать о Тебе, проявить какое-то внимание, об обещания, Господи, если у нас этого нет, откуда мы можем это взять? Как мы можем это проявить? Как мы можем кому-то послужить? Как мы можем заботиться о других, если мы о себе не можем позаботиться? Господь, сегодня я знаю, что мы на этом месте, чтобы иметь от Тебя снаряжение. Мы сегодня на этом месте, чтобы иметь от Тебя благословение, как когда-то Ты снарядил этого апостола Павла. И хотя он был в трудных обстоятельствах, хотя он был в шторме, как и все прочие люди, но он имел в себе предложение, он имел в себе выход, и он использовал это, и благодаря этому он спас этих людей. Они были сохранены, Господь, при Твоем содействии. Мы сегодня находимся так же в мире, мы живем в нашем городе, и мы хотим быть, Господь, той церковью, которая имеет в себе нечто, чтобы она могла давать, чтобы она могла делиться. Господи, мы хотим быть церковью, имеющей внутри себя хлеб, Господь, хлеб, который даст силу, здоровье, крепость, потому что сегодня мир отвергает, сегодня мир надеется на свои весла, сегодня мир меряет еще по своему ситуацию. Господи, мир не знает, что завтра не будет в руках этих весел, мир не знает, что завтра произойдут потрясения, которых еще никогда не переживали, никогда не испытывали, когда завтра могут оказаться в этой бушующей пучине моря. Это все основания, все надежды, все планы, все мечты, весь опыт, интеллект, оно все будет разрушено, Господи, и только единственное, что сможет спасти, это предложенная пища, это тот хлеб, который, Господи, церковь Твоя может предложить, это Ты, Иисус. Только Ты, только в Тебе сможет пройти человек до конца и быть спасенным. Поэтому, Господь, благослови нас быть носителями этого хлеба. Прежде всего, Господи, дай нам заботиться о том, чтобы мы были внимательны, чтобы мы имели этот хлеб, Господи, чтобы мы ревновали о хлебе, чтобы мы искали его, чтобы мы нуждались в этом, чтобы мы искали его, ищущий получает, Господи, чтобы мы искали Тебя, чтобы мы предлагали старания, усердия, особенно, когда мы проводим время в молитве, когда мы дома или в церкви, Господи, когда мы один на один с Тобой, когда мы открываем Твое вечное Слово, когда мы читаем Библию, Господи, в этот момент дай нам жажду искать Тебя. И когда мы имеем это желание, тогда, Господь, яви Себя нам, яви Себя, дай нам Себя, Господь, дай, чтобы Твоя церковь, Твой народ, они были богаты Тобою, нашим добрым и вечным Господом. Снаряди нас, Господи, и мы верим. Мы верим, что воля Твоя, она не случайна. Воля Твоя, чтобы все люди спаслись. Господи, хотя кажется это безнадежно, хотя кажется, что Ты имеешь такую волю, которая нереальна, Господи, но у Тебя есть Твой план, мы его не знаем, у Тебя есть Твои намерения, которые для нас сокрыты. Ты силен Бог и пути Твои неисповедимы. Поэтому, Господь, дай нам быть угодными в Твоих очах, дай нам быть теми, кого Ты можешь благословить. Где мы были не таковы, где мы были подобны ионе, где мы, Господи, умудрились и улегли спать в это время шторма, в это время бури. Прости за это, Господи, прости, может быть, кто-то из нас так увлекся своими заботами, жадейскими заботами, возможно, у кого-то такие попечения материальные, кто-то увлекся заработком, у кого-то так много денег сегодня понадобилось. Боже, прости, дай понять, дай понять, что это не главное, дай понять, что это не есть хлеб Божий, но пусть. Каждый из нас оценит то, что предлагаешь Ты. Боже, дай мудрости и во всем будь прославлен, будь возвеличен, будь превознесенный. Вечный Святой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, как на небе, греб наш, нас слушай, подавай нам за каждый день и прости нам Бога. Мы знаем, как за нас страдал Спаситель в скорбный час. Святая Библия одна несет нам вещь, что жизнь дана в любви Отца, в крови Христа, в скорбях Голговского креста. Кто в жизни Библию любил, тому не страшен мрак могил. Она надежду нам дает, что нас на небе вечно ждет. О чудный свет сияний с ней во мраке жизни для людей. О Слово Божье в мире, дед, неси усталую жизнь и свет. Я знаю один очень прекрасный случай такой, который был в Китае во время культурной революции. Как там было благовестие, как там дети Божьи, как Бог являл чудеса там. Я с тем человеком разговаривал, видел. Но это расскажу в следующий раз, у нас время коротко. На следующем служении я вам расскажу. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok